Перед проведением процедур ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы узнать полный список противопоказаний. Данное видео не заменяет обучение под руководством опытного специалиста. Всегда обращайтесь к руководству пользователя на аппарат, прежде чем использовать аппарат BTL M-Sculpt. Не располагайте аппарат под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла, так как это может привести к его чрезмерному нагреванию. Также не накрывайте аппараты и аппликаторы во время их работы. Расположите аппарат рядом с областью, на которой проводится процедура, как показано далее. Перед процедурой попросите пациента снять все украшения и металлические аксессуары, включая пирсинг. На пациенте не должно быть вещей с металлическими компонентами, такими как молния, застежка бюстгальтера и так далее. Не размещайте какие-либо электронные устройства вблизи аппарата и аппликаторов, телефоны, носители информации, банковские карты и так далее. Закрепите фиксирующий ремень на аппликаторе. Пациент должен убрать, снять одежду с обрабатываемой зоны. Для проведения процедуры в области бицепсов попросите пациента лечь на живот. Расположите аппликаторы под бицепсами, закрепите их с помощью фиксирующих ремней. Убедитесь, что аппликаторы надежно закреплены, чтобы избежать их движения во время процедуры. Данную процедуру можно выполнить и в положении сидя. Для проведения процедуры в области икроножных мышц попросите пациента лечь на спину. Расположите аппликаторы под икрами. Закрепите аппликаторы с помощью фиксирующих ремней. Убедитесь, что аппликаторы надежно закреплены, чтобы избежать их движения во время процедуры. Для проведения процедуры в области трицепсов попросите пациента лечь на спину. Расположите аппликаторы под трицепсами. Закрепите аппликаторы с помощью фиксирующих ремней. Убедитесь, что аппликаторы надежно закреплены, чтобы избежать их движения во время процедуры. Данную процедуру можно выполнять и в положении сидя. Выберите необходимый протокол и канал аппликатора. Начните процедуру. Увеличивайте интенсивность, пока не станут заметны сокращения мышц. Скорректируйте положение аппликаторов для получения лучшего мышечного ответа. Пациент должен чувствовать сокращение равномерно по всей поверхности обрабатываемой зоны. Для обеспечения эффективности процедуры повысьте интенсивность в соответствии с восприимчивостью пациента. Для наибольшего эффекта поддерживайте интенсивность на самом высоком уровне, который может выдержать пациент. Процедуры N-SCALPT могут быть очень интенсивными, но не должны быть болезненными. Отрегулируйте положение аппликатора так, чтобы мышечные сокращения были наиболее интенсивными. Вы можете корректировать положение аппликаторов для достижения наиболее сильных сокращений. Вы можете корректировать положение в нескольких направлениях от локтя до плеча. Поворот руки пациента также может способствовать большей эффективности процедуры. Немного наклоните аппликатор. Важно разговаривать с пациентом во время процедуры. Спрашивайте, как он себя чувствует. Соответственно, регулируйте степень фиксации аппликатора и интенсивность воздействия. Пациент должен чувствовать интенсивные, но терпимые сокращения мышц, без ощущения боли. Контролируйте уровень комфорта пациента и интенсивность сокращений. Важно поправлять аппликаторы во время процедуры, если это потребуется для достижения максимальной эффективности. Продолжайте увеличивать интенсивность в процессе процедуры, если пациент хорошо воспринимает воздействие. На некоторое время снижайте интенсивность, если пациент сообщит о дискомфорте. Пациент не должен испытывать боли во время процедуры. Старайтесь повысить интенсивность обратно на прежний уровень, если пациент сможет нормально его переносить. Уберите аппликатор по завершении процедуры. Пациент может ощущать легкую усталость в мышцах после процедуры. Аппликатор не закреплен фиксирующим ремнем. Кабели лежат на пациенте. Не начинайте процедуру, пока аппликаторы находятся в держателях. Если монитор качества импульсов остановил процедуру, проверьте правильность положения аппликаторов. Субтитры создавал DimaTorzok